Родился я в 1967 году в Хабаровске. Родители мои известны. Карпинок Юрий и Галина Бессонна. Жили они небогато, прям скажем, не знаю зачем они делали семью. Дома у них не было, квартиры не было, вообще ничего не было. Юрий проживал в квартире своих родителей на монтажной. Вот есть такое, дали ему квартиру от Треста, он там был прорабом. Вот, ну прибыл он, как они говорят, с Барнаула. Отец его вроде как военный, погиб что ли. Ну, говорят, что его отец не его отец, то есть он приемный сын. Ну, короче, сейчас речь о мне. А что я помню? Помню я, помню я очень хорошо, хоть и говорят, что у него нельзя помнить, там, сколько там, не знаю, в год или в два, как меня в церковь носили, видимо, хрестить. Я помню, темнота, золотые, вокруг какие-то подсвечники, что у них там, свечи стоят, и вот этот монотонный. Ну, видимо, ребенку произвело впечатление. Вот. Жили мы, сколько я помню, такая времянка была у тети Нюси, это надо всем пояснять, сестра, сестра моего деда. Были два дома рядом, она построила такую времянку из шлакоблоков. Вот. Ну, не шлакоблоков, а из шлака, короче. Ну, вот это, в принципе, запрещено. Шлак радиоактивный, химически опасный. Ну, вот построили, и там вот эта молодая семья и поселилась. Вот. Помню, как сейчас там был сенки такие. Вот. И сквозь них в щели досок рассол такой, не знаю, рос. Вот такая трава с такими большими листьями, она проходила и сквозь дом, они висели вот здесь вот. Ну, сейчас еще помню, что постоянно так называемый отец приходил поздно и бухой. И мать его не пускала. И он так скрепся в дверь и говорил, там что-то там, сыночек, там что-то открой, там что-то туда-сюда, ну так. А я ему говорил, типа, где нажрался, там туда и иди. Или там что-то, хиля или по холодку. Ну, как мать мне сказала, так я ему и передавал. То есть я был такой. Ну, вот представляете, что будет у мозга человека, где ребенка такого маленького возраста, когда его уже заставляют участвовать в каких-то вот таких конфликтов. Ну, а вот это вот существо под названием, под названием, которое произвело меня на свет, чего, видимо, очень сильно не хотело, чтобы я существовал. Ну, вот оно вело себя таким образом. Это было очень часто. А потом на утро, или когда он там, ну ты меня вчера не пускал, он меня одевал, там меня в садик отправляли. Ты такой молодец, ты меня вчера не пускал. Ну, как будто я все это не понимаю, что это происходит. Ну, на психике какое-то дело стало, это очень, конечно, хреново. Ну, я не знал, как себя вести, и стоишь, как этот. Ну, да, не пускал. Так правильно это или неправильно? То есть закладка вот эта вот с детства уже была какая-то ненормальная. Что я себя, в принципе, с отцом вот так вот вел, а он себя вот так вот вел, а мать себя вот так вот вела. Это нормально считается? Я думаю, что нет. Ну, в конце концов, мы там жили-жили. Вот это вот, я помню, ночные садили меня на санки. Мороз страшный, укутывали вот так вот и херачили на стройку туда, в Хабаровске, с этого поселка индустриального, в детский сад. Обстановка мрачная, много людей идут, там же было ЖБИ, ну, короче, промышленная улица, много предприятий, все идут на работу, пар какой-то, машины какие-то проезжают, все темно, никакого освещения. Он тащит эти санки, они там иногда по свалке, иногда там, ну, там же, асфальт не было, был бетон. Я говорю, папа, ты не устал, папа, ты не устал. Вот. Привозили меня в этот детский сад, что-то в один, потом второй. Плохо я переносил вот это вот отторжение от семьи. Чего это меня сдают куда-то? Нафиг бы мне это все было нужно. Вот. Ну, сдавали меня, меня там, у меня особенность психики есть такая, что вот эти первые четыре дни я, ну, у меня как бы подташнивает. То есть мозг выдает, что обстановка опасная какая-то, и надо бы не есть пока, мало ли что. Ну, это как защитная форма организма перед боем. Ну, вот с таких боев меня там тошнотиком прозвали. Хотя это было все на нервной почве, фактически. Вот. Ну, помню, что мы еще там спали. Вот в каком-то отделении, опять же, я все-то стеснялся, в туалет все ходить, все терпел. Игрушки, помню, были такие. Какие игрушки? Ракетные установки, вот эти вот, С-75. Из пластика такие. Помню, у меня еще, не знаю кто, родители купили такой шестиосный, типа БТР. И его поставили. Ну, большой был. Поставили его на печку. Там же печка была, все отопление угольно-дровяное. Ну, и он фактически нагрелся, колеса расплавились наполовину. Ездить он уже не мог никак, так только. Вот. И все этот пластик пах так сильно. Вот. Ну, что, мы лепили в детском саду. Помню, глину размачивали, с глины каких-то зверей, игрушек. Ну, потом в другой садик меня переводили, что-то там, типа, нравится, не нравится. Третий. Ну, вот так я мыкался. Мыкался по садикам. И потом матери на работе дали квартиру на этот 38-й. Вот. И помню, это тоже переезд. И тоже зима, холод. Был какой-то знакомый его. Ну, как переезжать? А что переезжать там? Машина у него была, ЗИЛ. И помню, вот нагрузили этот ЗИЛ. Такси еще взяли. Туда отец засунул. Гордины вешать, такие трубы. Вот эти вот. Все это с завода же. Купить было невозможно. Потом это такси все это и забыли. Вот. Он всю жизнь потом вспоминал, как при переезде все это забыли. Ну, вот приехали мы на эту 38-ю. Жопы сдали к подъезду. И начали туда выгружать. Пришел я в эту квартиру. Первый раз увидел, печка стоит. И нихрена нету. И на одной стене иней. Ну, просто снег. Видимо, замерзший. Вот. Стоит печка без конфорок, без нихера. Вот. Потом они, говорит, пошли куда-то к дому управления. Получили все эти механизмы, ну, конфорки, верхнюю часть. Ну, вот эта печка всю жизнь там стояла потом. Так мы ее и не меняли. Сколько лет. Ну, вот. И там тоже меня отправили в детский сад. Ну, там уже было полегче. Я уже более-менее с волосы ходил туда, для самой школы. Вот. Вот этот детский сад был типа Дальдизеля. Там был рядом. Стояло здание продленка. То есть они там на неделю отдавали. И внизу тоже был такой же детский сад. На неделю аж прям родители отдавали своих детей. Но меня на неделю не отдавали. Вот. Я был в таком среднем детском садике. Ну, что. Ну, в принципе, не знаю тоже ничего от нервов. У меня, по-моему-то, мать, видимо, плохо готовит. Или что. Что-то у меня постоянно печень болела. Ну, видимо, от бездвиженности, от всего. Постоянно мне вот этот карманчик ложили таблетки. Там, помню, Аллахол. Еще какая-то. Три-четыре таблетки. Я должен был перед обедом пить. Она твердо верила во все эти снадобья, что врачи ей говорили, что у меня просто здоровье будет до небес от этих таблеток. А что я, по сути своей, какой-то родился ненормальный. Здоровье у меня очень хреновое. Ну, практически урод. И мне без этих таблеток я жить не смогу. Ну, вот этих таблеток я в свое детстве нажрался. Выше, не знаю, мешок, наверное, съел. И там антибиотики. И вся-вся-вся эта гадость. Потому что... Ну, потому что, потому. Аллахол. Потом еще такая жидкость была такая. Колосас пил. Чего только я не пил. И меня возили и кишку я глотал. И такой шланг. Ты поглатываешь, он идет, желчь отбирает. По нескольку раз. И в больницу меня ложили. Несколько раз. Вот. Там тоже эти процедуры проводили. Все. Пытались меня сделать абсолютно здоровым. Вот такими способами, методами. То есть, не спорт, не гуляния на свежую воздухе. Не какая-то обстановка дома. А дома была ужаснейшая обстановка. То есть, так называемый отец, он... Я как помню в детстве, он курил прям при мне. В этой квартире уже на 38-й, на 5-м этаже. Прямо в этой же комнате, я помню, это дым, это все. Вот. Ну, а когда у меня, естественно, текли сопли и все. Тони говорит, что я заболел, мне надо принять таблеточку. Вот. Вот таким образом. Ну, в детском садике я был как бы лидером. Иногда кому-то поддавал. Ну, у нас там было два друга. Вот. Мы там девчонку себе уже завели. Обхаживали ее, играли с кем-то там. Ну, явная тяга к женскому полу у меня проявлялась очень сильно. Вот. Все пытались за под юбки заглядывать, позаигрывать, какие-то подарочки. Ну, короче, классные шумы-муры были. Одно было много херного. Я вел себя хорошо и считался самым как бы примерным, лучшим. Вот. Всегда у меня там вот сидят, помню, в ряд детей посадят и руки на колени, и чтобы молчать. Вот. Такая процедура. И вот кто себя лучше ведет, ну, допустим, полчаса сидеть, не двигаясь, тому потом разрешают, иди играй. И ты как дурак, все сидят, тишина, помню, такая в зале. Дети сидят, как в этом, в концлагере. И ты такой идешь один к этому шкафу, достаешь какие-то игрушки, и все это, каждое такое движение, звук, он такой громкий получается, там, ты так озираешься, думаешь, как бы так потише, как-то неудобняк, все это действует. Вот. А можно ли вообще ее брать? Там же еще брать-то. Есть, были игрушки, которые в шкафу в таком стеклянном стояли, их брать было нельзя. Не знаю, для чего они стоят, для выставки, наверное. Вот. Ну, самые хорошие. А это играться там можно было. Вот так вот я себя вел. Ну, помню, как мы там, вложили нас днем засыпать. Вот. Спали мы на раскладушках, раскладушки ложишь, потом раскладушки убираешь. Ну, кормили, что. Ну, все вспоминают, что самое было вкусное это, это, значит, из печени. Делали такую лепешку. И все говорили, давай, давай еще, давай, давай еще. Ну, нормально кормили. Ничего не скажу. Вот. Ну, играли мы там, рядом. Внизу, внизу была такая площадка, стояла офигенная ракета. Что такое себя представляет ракета? Ну, метров, наверное, 20, я так думаю. Нет? 10, наверное. Сказанул. Короче, несколько этажей. Ты поднимаешься на первый этаж. Так себе. Что там делать? Детский лепет. Второй, там уже с него идет горка. Хорошо. Борки можешь спуститься, но можешь не спускаться. Идешь на третий этаж. Там уже это. А если что, четвертый, в самом верху гербай головка. Она из таких прутьев, из железных сделана. И стоит так вертикально. И ты наверх залазишь, реально как на крыше небоскреба. Кажется, она качается. Она реально качается. Там же кто-то бегает внизу. Страшно. Но прикольно. Вот такой аттракцион был. Вот она одна стояла. Там была еще беседка у нас еще. Ну и все. Больше ничего. Каждой группе было выделено какой-то кусок, участок. Чем мы там занимались? Да ничем не занимались. Чем можно там заниматься? Земля. Никакой площадки. Вот не такой пол, как здесь. Допустим. Ну просто земля. Где-то кусты растут. Где-то еще корни каких-то деревьев. Ну знаете, как все это утоптано. Когда грязь, я так понимаю, что туда и не пойдешь. Вот зима, когда была, нам, воспитательницы, они сами делали такую горку из снега. Поливали ее водой. Ну можно было кататься. Соответственно. Ну а хреново что было. Меня постоянно не забирали. Сижу я. Уже все родители пришли. Это пришел, это пришел. Я постоянно стал самым последним. И мне постоянно уже тогда воспитательница тоже выговаривала. Мне главное. Она главное меня выговаривала. То есть о психике опять же действует. Черт, твои родители. Где они? Где они, почему их нету? Как ты мне надоел? Ну и в таком выражении. Иногда она дотерпливала. Там уже 9 часов, 10 часов. Иногда она меня отводила вот к этим, которые там на неделю. Они там уже тоже спать ложились практически. Ну вот я там сидел с ними, потому что ей тоже домой же надо. А что она будет со мной сидеть? У нее рабочий день вроде как закончился. Ну вот постоянно такая херня. То есть мать работала что-то там до 9, не знаю, до 8. Какие-то у нее все занятия, тренировки. Ну а батя вообще было похуй. У него свои занятия. Выпив он, как они там бригады собирались после, каждый день после работы. Бухой он был всегда. Вот. И соответственно ему было все это до лампочки. Вот. И он хрен вложил на это дело. Потом они уже приспособились знаете что? Они приспособились чтобы меня забирали чужие люди. Мне ключ давали на этот самый на грудь. Когда я уже и я должен был они меня доводят до дома. Я поднимаюсь на этаж и отпираю. Вот. То есть у друга моего бабушка приходила. Ну и вот забирайте и нашего тоже. Ну таким образом хоть полегче стало. Я приходил домой один открывал и все такое. Ну вот такая моя жизнь. Ну а что дальше? Что дальше? Дальше скандалы у них были постоянно в доме. В этой квартире. вот. Помню как сейчас начинал это суббота воскресенье. Это был просто ужас. То есть на работу ему не надо было идти. Бухать он начинал с самого утра. Помню на балконе у нас стояло несколько мешков. Он мешки переносил с завода. Ну от пластиката. Такие пластиковые мешки. Они были забиты в стеклотары. Иногда он все это сваливал в ванну. Целую ванну. Ну уже этикетки отмыть и потом сдавать их. Ну он что-то их не сдавал. У нас и дед иногда приезжал и он все эти бутылки сдавал. Себе тоже бутылку брал. Вот таким образом. Ну так вот. Они вот эти скандалы. Скандалы конечно были ужасные. С драками. Со всем на свете. Иногда он уходил. Помню сейчас вышел вниз. Она взяла эту банку. Спички же там были. Поджигать эту. Поджигать плитку. Там расходованный спичку. Кинул в него эту банку с балкона. Вот в таком духе. Иногда он ее запирал. Когда я приходил я уже уходил погулять. Нафиг мне это надо. Ну с такими нервами. Когда приходил она там Саша открой меня открой. И эту дверь мы так ломали ломали. Не могли там помню замок. Он так уже болтался на двух гвоздях. и в конце концов выломали эту дверь. Он ее запирал что-то. Ну и вот так вот. Он говорил давай давай еще с той стороны. Давай там ломай ее. Ну помогай мне. Помогай мне. Помнишь такая палка была. Я палкой упирался значит. и мы ломали эту дверь. Вот. Ну как сейчас помню когда драки были я так нападал сзади на него за шею душил. Он там кричал щенок туда сюда вот эти все. Ну бля там меня откидывал. и как бы все это она все ревела в голос потом меня обнимала в комнате. Ты меня один только там вот такие слова. Ну и все это продолжалось в своей жизни. Самое не знаю чего. Бухатин не переставал так что скандал и были все время. Все она что-то его тянула. То пойдем в кино то еще что-то он вложил себя. Ну все соглашался ему нахер было это не надо. Думал бухать ему было интереснее. он согласался он брат бутылку с собой постепенно он ее высасывал как бы из плаща как помню в плащ и устраивал скандал уже на улице ему лишь бы было нахуй отебаться. И он так пошли и все это заканчивалось скандалом уже испорченный день я не знаю что она хотела зачем она вытянула куда посмотреть какие нибудь в парк или сходить на набережную нахер бы он был нужен все это накачивал темы мы так уже ходили в одиночестве что то уже ну как бы неудобня как то ну короче все испорчено это продолжалось все время вот потом приходили он уже дома сидит все у него там нормально нам земля еще еще интересно было возвращаться домой мы ждали что я лично знал что там будет еще один скандал то есть возможно с дракой я попомню как сейчас что она упала в обморок или так просто ревридает встать не может он ее вытаскивает ко мне в комнату там у нас был такой надувной надувной этот самый матрас ну типа плавать на него бросает ее как мешок падает один раз помню когда что-то настоял он открывает дверь и с ноги в лицо ну как каратист такой и она тоже там куда-то летает прикольно короче проводили время это было вот писайте первый второй третий пятый десятый но я до восьмого класса это было постоянно потом он уже говорил что я его бить зачем ты там ты бить меня будешь ты бить меня ну такая маникальная идея один раз она ему сломала ребро натурально ногой тоже дала ему и сломала ребро тоже помню была такая херня ну в основном после школы я она она уходила утром потом она возвращалась готовила обед я приходил со школы седала то добит там записка лежал ну что я себя представлял обед обед обычно картошка варила она еще свелку туда ложат яйцо поджарит значит соответственно вот ну и вот такая фигня сок мне покупала были венгерские соки такие пол-литра чебурашка ну не чебурашка она была у них другая немножко стандарт ну похоже и вот эти все помню персиковый там грушевый еще помню когда мне в больнице болел ну как я не болел меня туда засовывали они мне тоже постоянно такие соки носили и я его так ну в стубочку поставишь сейчас даже вспомним как в стубочке такой запах идет там что-то такое яблоко вот этот сок я так раз выпью поставлю дальше пошел там что я там в больнице делал ну что мы там делали помню в втором этаже по боксам в боксе каждом по два человека вот укол утром таблетки утром потом обед потом что-то там чем-то занимаемся ну что-то играем рассказываем друг другу ну уже же уже же класс какой-то третий пятый шестой где-то вот так уже более взрослый помню девахи там были тоже в соседнем познакомился была у меня там одна короче такая деваха короче даже две девахи вот любовь крутили все записочки какие-то там туда-сюда одна была с моей школы но потом я ее встретил она меня тоже там устраивала там записки мне сувала давай встретимся наверное там еще что-то ну вот такая в больнице я лежал это была больница на рыбаке так сказать двухэтажное здание в принципе современное здание вот на субботу воскресенье меня забирали с этой больницы я приходил домой ой дома как хорошо ну в это время они как бы уже не дрались ну не знаю наверное недели им хватало без меня вот и все из меня строили какого-то больного вот ну да записали меня музыкальную школу ходил я еще помимо этого всего музыкальную школу нужно было ходить через две остановки я ходил иногда через дальдизель можно было ездить на автобусе ну одну остановку проезжать ну и тогда я ходил пешком пешком вроде бы ничего ходить но идешь во-первых вдоль трассы а во-вторых на дальдизеле литейка они там выливают металл это непередаваемый короче дым идет ну как бы смрад запах что такое запах ну не запах это отравляющее тоже когда надышишься голода потом болит вот этот металл когда разливают с него вот этот подымается вот эта херня там капец я еще подумал там дома были свои как они там живут на нем же каждый день вот это вот все на них идет ну так люди у нас живут а пофиг умерли в 30 лет ну и пофиг ну вот я ходил в эту музыкальную школу то есть я приходил со школы тишина никого нет мне надо еще уроки во-первых делать что-то урока всегда задавали и вот эту музыку музыку нужно тренироваться же нужно либо в музыкальную идти к пяти часам либо сегодня не идти но тренироваться-то надо вот таким образом ну гулять уже не ходил потому что и так вроде некогда вот ну были у меня там и прогулки и друзья мы обычно ходили рядом у нас на 38 это был полигон так называемый с дальдизеля где там песок был который вот эти формы делают станки стояли не установлены новые они потом превращались в старые то есть они ржавели никто не собирался их устанавливать но но внизу там у нас мы гуляли был такой овраг ну к амуру мы ходили часто с этим другом который со школы ходили по берегу кодали камни много мы накидались туда идешь обратно идешь на берегу еще тогда жили люди такие дома у них были на сваях ну поднятых чтобы когда заливало не заливало у них лодка там свои не рыбачит прям жили на берегу потом это все уничтожилось конечно ничего этого не сохранилось никаких жильев таких лодок валялось дохера этих алюминиевых алюминиевых лодок никто их не воровал никому ни нахер были не нужны они так лежали там целые года вот такой такой коммунизм какой-то я не знаю вот там лодку берешь мотор лодку поплавал тебе по-моему никто ничего не скажет ну не знаю как-то это все происходило очень легко и просто вот мы гуляли и когда я начал гулять начал более-менее бегать смотрю у меня как бы начало нормализовываться здоровье то есть физическая нагрузка она конечно способствовала благоприятно и что-то я тут заподозрил смотрю я хорошо много гуляю мне как бы хорошо становится вот а то у меня уже от этого всего сидения а в школе сидишь там по 30-40 человек дышать нечему просто нечем дышать вентиляции нет ни хрена ничего нет ужасно там сидишься прям голова начинает вот так вот ты не знаешь что делать вот соответственно я это самое когда домой переходил у меня иногда и мигрень случалась или еще что-то меня начали опухать короче колени ну просто суставы это бездвиженности нужно же двигаться там жидкость скапливается ну все такое вот они мне начали тогда обматывать колени полотенцем и звездочкой мазать звездочкой то каким-то кремом с пчелиным ядом ну короче вот такое хернезо ничего мне не помогало колени хрустели а потом я понял что смотрю что-то я поприседал и смотрю беру так сто раз присяду и все у меня начало проходить вот нагрузку даешь приседаниями допустим там или бегом и все-все прошло и больше я понял как это от этого лечиться нужно физически двигаться ну школу я это музыкально все-таки закончил у меня где-то есть и бумага и все такое ну ничего я конечно этого не любил но как можно было вообще к чему-то нормально относиться с такой вообще установки иногда только мне нравилось что вот это суббота-воскресенье когда скандалов не было дома мы уезжали к бабушке и в доме мне как нравилось что такое дом это там в двор и у меня там был друг другая Сашка и все там можно в огороде что-то поделать вообще мне там нравился и воздух и вода ну короче я выезжал оттуда мы же в субботу ночевали там а в воскресенье уже опять мы садились на автобусы там чуть ли не час два ехали до дома на двух автобусах все равно на 25 потом на восьмерке народу полно в автобусах всегда в России в СССР было огромное количество народу никого же машин не было а все население нужно было автобусами возить то есть любое перемещение это автобус а их что-то то ли мало было то ли не знаю но короче постоянно было очень народу огромное количество на остановках стояли помного-помного иногда приходил автобус но сесть было невозможно просто ты опять оставался автобус открывал двери и никто не ходил не садился не выходил и он дальше выезжал и все оставались в таком ну все следующий ждем вот и так можно было простоять час блин а когда в автобус добиваешься там холодрыга у нас же холодно это все зимой ой блять дышать тоже нечем я там тоже иногда мне так сдавили со всех сторон так это я там сознание один раз потерял вот очнулся на полу лежу ну как я не упал потому что упасть невозможно то есть я со всех сторон сжимают я просто коленки подкосились я потом раз выпрямился ничего не могу понять где я нахожусь о в автобусе я вышел на остановку пот течет фу ладно поехал дальше ну вот такая жизнь ну вот я так и жил на этот 38 с поездками в южный к бабушке вот с поездками туда-сюда а так мы школу и закончили ну а школа что 38 школа с первого класса помню первый класс заперли нас на самый последний этаж там четырехэтажный по-моему там были младшие классы ну учительница ну волнительно все это дело портель мне купили вот напихали туда всяких учебников все там кажется о форму форму дали ну и дали купили раньше бы в форме учились вот такие брюки курточка все это дело учительница три года нас обучала вроде ничего учительница так у нас даже было там что-то я вскакивал говорил там наши космонавты там станция там хотели стыковаться у них там что-то не получилось или получилось и в таком духе ну че учился я так себе ну были там хулиганы 40 человек 40 человек в классе 41 даже 42 а потом как-то все это рассасывалось куда дети девались не знаю вот были там ненормальные кто-то даже насрал там один раз на уроке вот были нормальные были сразу кто там уже читать писать умел пятерочники они кстати потом так и сохранились у нас там много было еще 3-4 человека такие перед веком но я перед веком не был куда я не рвался и все потом тем больше тем больше в школе я учился сразу от этого коллектива быть подальше так сказать там были какие-то пионерская группа пионеры принимали нас потом уже комсомол ну комсомол меня как я по возрасту почему-то меня переняли первым и наверное я был вроде как более более подчинялся каким-то законам ну не не хамил не шалил ничего такого не делал считал что это глупо все такое приняли меня в комсомол ну потом уже нас учительница приняла классного руководителя по русскому литературе самому нелюбимый предмет это вот этот русский литература русский вообще я правил до сих пор не знаю и когда я пытался разобраться кажется что там есть какие-то правила а потом там тысячи исключений и так до сих пор я нифига ничего не освоил ну литература это что там был сборник обязательно для прочтения прочтения произведения там горькие там еще что-то ну такое политически ингаржированные произведения у нас же был коммунизм и все пытались все пытались показать нам борьбу народа с капиталистами с царизмом ну и борьбу царизма с народом вот это крестьянство бедное замученное значит оно потом восстало там рабочие подхватили союз рабочих крестьян свергли царя этого долбанного а потом его нафиг вообще расстреляли и установился значит советская власть эта власть значит рабочих и являть крестьян вот в чем она выражалась эта власть никто не объяснял дальше ну власть и власть хрен с ним вот ну так мы и жили вот и в связи с этим я говорю уже были в политву информация потом мы должны были каким-то там комсомоле когда тоже комсомольские собрания устраивать призывать там к учебе кого-то кого-то там значит прописочивать чтобы плохо учились плохо себя вели а у нас было такое потом такая 2-3 человека ну это неисправимые были двоечники которые мешали всему классу их там выгоняли пригоняли потом одного все-таки сдали по-моему в колонию несовершеннолетних не знаю как он свою жизнь закончил вот ну вот так мы и жили ну в обязанности входило мыть класс периодически там было дежурство и ты там тебе раз несколько недель выпадало помыть этот класс ты когда это в русскую литературу ну то есть свой у каждого учителя был свой класс ну подшефный он его этот класс и мыл были такие здоровые парты берешь парту переворачиваешь так на дна бок ставишь на огромное деревянное с нее что-то сыпется там обычно какие-то бумажки конфетки всякая херня все это сметаешь тряпкой идешь значит берешь тряпку ведро берешь воду в туалете и начинаешь заебывать этот класс намывать помыл значит там тряпку помыл а вот я сегодня дежурный да вот это дежурный делали это еще должен был в течение дня значит тряпку мыть где мы там присутствуем надо бегать в туалет помыть тряпку от мела и значит помыть там доску приготовить к уроку ну короче полное самообслуживание вот потом он началась когда мы были еще дежурным классом уже пару старше некоторые дежурили в раздевалке там целый день они учились целую неделю и они там что-то охраняли польцы чтобы не украли там еще что-то сделали такое вот ну и мы когда уже постарше то мы еще мыли и коридоры это огромные коридоры деревянный пол ну старое здание еще наверное до военной постройки один кто-то мыл первый этаж второй третий там ну и по этажам все ну и такая получается фигня что никаких уборщиц вообще не предусматривалось ну вот это значит самообслуживание оно так сохранилось и помню в школьных годах годах потом в техникуме тоже мыли эти коридоры вот и так и в армии то есть и надо было и в столовке дежурить и в казарму мыть и убирать везде короче делать все буквально и заготавливать продукты ездить мы в принципе в школе еще начали уже где-то класса шестого нас возили постоянно вот этот сентябрь октябрь мы практически не учились неделю учились неделю нет ну было прикольно ездили значит автобусы подавали к школе возили нас на эти грядки совхозные до горизонта где-то стояли ящики и нужно было дергать свеклу а так вот делать обрывать у нее эту ботву и складывать эти ящики либо в сетки такие сетки были сетки складывать ну а потом эти сетки закидывались машина шла закидывались туда вот это были буквально вот до 8 класса все 8 класса 7 класса 6 класса не знаю вот в технаре мы уже в колхозе ездили на все лето то есть там уже было казармы ты никуда не отлучаешься целых там 3 месяца допустим 2 месяца ты ездишь вот работаешь на этих полях там что капусту собирать картошку свеклу ну все что росло вообще вот эти колхозники были колхозники были конечно обнаглевшие они нихрена сами по-моему вообще не делали сажали они не сажали но не знаю потому что мы ездили студенты со всех институтов и технику и школьники ездили и рабочие с предприятий тоже так же осенью их послали на полях всю эту собирать все короче работали только они не работали причем у нас считалось сельское как бы население они были без паспортов их нельзя было сближать с этого колхоза вообще никак ну и вот соответственно что еще можно про школу рассказать ну в школе я считался на хорошем счету ну то есть учился не очень хорошо но в части дисциплины конечно был замечательным никому я не грубил ничего не делал но только иногда вот наверное эти болезни меня со школы забирали и я там по месяцу где-то в больницах лежал потом приходил ничего не понимал ну у меня там двойки когда ставили что а чё это ты ну типа не знаешь надо же учиться ну в таком духе вот родители вот так развлекались надо мной такие опыты ставили ну этот труд и колхозников как говорится в колхозах никогда не оплачивался ну если с предприятия только ты уезжаешь собирать этот урожай то тебе как бы ну зарплата сохранялась а студентам нет ни хрена не платили школьникам тоже ни хрена ну вот использование детского труда вот тебе пожалуйста вот ну питали только что еще платить не надо было но в принципе это надо было потому что ты уже должен был себе сапоги купить там одежду что-то еще изнашилось мырное рыльное рабочую форму тебе никто не предоставлял приходилось все самим делать ну так же и на кухне там работали вот пока учился в школе мать и Жанна у меня тренер она периодически они уезжали совсем ну то есть каждый год фактически они уезжали со всей группы вот этой вот художественной гимнастики в пионерский лагерь ну иногда она меня туда брала потому что у меня же не было куда девать я там с ней болтался ну вот один раз помню что меня поселили там значит тренерская где-то или еще что-то вот там же между между левым крылом и правым располагались где значит живут ну вожатые пионер вожатые вот так они назывались и я там жил ну вот один раз там отец этот так называемый приехал он тоже там бухал говорит мать мне стыдно было туда-сюда ну все только что я запомнил что единственный раз в жизни он там меня на каком-то бревне на Амуре повозил так один-два дня мы с ним там в речке покупались ну вроде как поигрались ну да он повел себя вроде как как родитель вот так вот ну а потом у него соответственно скрутило его у него камни в почках вот и короче он еле-еле вышел его скорая какая-то встретила и его отвезли на операцию вот у него было такое значение потому что он всю жизнь рассказал как ему эти камни доставали дробили их там звуком ультразвуком ванну там помещали его вот ну хротически увезли приступ у него там схватил ну а что видимо у него был этот самый отпуск ну и вон там приходил короче ну про пионерлагер что я могу вспомнить ну застройки я вроде как был вне системы один раз только я был там когда меня конкретно в пионеротряд поместили я должен был подчиняться всем законам а так прикольно было с матерью вроде у всех там то застройки какие-то то какие-то утренние там же пионерлагер это тот же лагерь конкретный утром нужно на поверку вставать вечером по-моему тоже там чуть ли не на поверку да чтобы кто-то ну как как закон вечерняя поверка кто куда убежал не разбежался ли кто утонул не утонул все должны пересчитать отряды выстраиваются вот и там на вечерней поверке допустим говорят сегодня танцы вот или там через день а другой а сегодня кино о такое кино о все классно кино ну все идут в кинотеатр там такой сарай стоит деревянный там все деревянное и соответственно крутит какое-нибудь кино там что милонии мстителей ну такие детские фильмы ну прикольно там был киномеханик он музыку ставил целый день там через динамиков орала какая-то музыка кому родители приехали кому не приехали кому чё куда кому куда дети все время там слушать приехали родители или не приехали приехали о приехали о побежал там куда-то ну некоторые там на лодках приплывали тогда вроде как лодок у многих было это же на Амуре на лодке приплывали и они там целый день с ними болтались ну а потом обратно это была вся практика ссср в эти пионерлагеря загоняли и тема воздух комары комары очень сильные мыться негде туалета такого нет такового вот ну а занимались целый день когда вот между этими мероприятиями чем не помню чтобы я футбол там играл то что-то болтались как-то бегали что-то кидались каким-то яблочками трубки делали там рогатки делали какой-то херней мы все ждали вечера когда можно там на танцах что-то там потрястись или кино блин посмотреть там в кино там тоже иногда там устраивали прикол орались и смеялись там что-то из этих лавочек падали массово ну пусть проводили время как хотела я иногда ходил на стадион что-то подтягивался все спят а я не сплю там еще была такая вот мероприятие прикольное мероприятие было прикольно зорница называлась то есть один день посвящали там же в россии ссср всегда был бзик на нас все нападать хотели мы должны были от всех защищаться этот вот состояние перманентной войны призывался здесь народ и мы фактически устраивали такую зорницу приезжали военные стреляли там каждый маршрут что-то там найти что-то табли освободить кого-то напасть на кого-то короче какой-то там небольшой такой сценарий у кого как он проходил многие могут рассказать я помню стрельба с автоматами там не автомат давали подержать это первый раз акм стреляли они холостыми светошимовыми потом мы собирали эти гильзы с ракетниц они там стреляли помню один раз приехали на мотоцикле как фашисты какие устроили там что они тормозят он выпрыгивает с коляски такой залегает в оборону другой там что-то еще ну такую прикольно мужики устроили такой каскадерский трюк какой-то потом вечером костер наш такой досок много нам натаскивали зажигали типа кого хоровод кота романтика то херня это все какая там романтика ничего хорошего ну водили плавать когда в отряд день через день огорожена будет территория тоже поплаваешь а что такое поплавать переодеться не в чем лет ничего не в чего заставляли все эти корпуса эти мыть постоянно и устраивали соревнования кто лучше выходила какая-то проверочная комиссия ставила оценки кого там красивее у кого там коврики хорошо поставлены то есть ведь еще корпуса опять же ты должен был сам мыть вот сам мыть и это тоже это доставала вот эта процедура тапочки все ровненько должны были стали быть порядок вода какая-то должна быть она за водой сходить кипячен никто и нихрена никуда не пил ну полник там был ну кормили в пионерлагере уже вообще классно вот мы от пищевиков постоянно ездили в лозо на бычиху и там фактически и там фактически мы это самое питали раз хорошо помню картошка такая в тушенке сваренная компот и различные там ну какао давали да с молоком сыром почему раньше сыр давали там да мы этот сыр в среду не видели ну мясо было ну ели нормально чусь кого ужин обед полдник иногда на полдник вообще не ходили один раз я от школы съездил значит санаторий на бычиху на санаторию был это я уже был более взрослым седьмом нароклассе надо мне больше понравилось санатория ну типа я больной дали путевку верхние дыхательные пути лечить ну вот я значит лечил там и что хочу сказать ходили мы на процедуры вдыхала там че-то кетенгеляторы были помню гдеровские там какое-то лекарство эквалипт разводился в воде потом вырабатывал с этим паром видимо ультразвуковым и я значит это все вдыхал масляные такие же херновые тоже типа у меня дыхательные пути плохие мне надо их лечить ухер плохие вот ну там же ванны были ванны ты ложился там солью там всякая фигня кислородная ванна там какие-то были кислые ну какие-то там всякие разные раньше что такое санаторий санаторий это типа оздоравливающий такой комплекс это не больница никакая ну вот но в то же время мы там учились этот месяц чем там провел там были еще уроки вот это мне понравилось 35 человек класс учительница все доходчиво объясняет я там рванул мне так нравилось учиться ну то есть она все объяснит что надо за не 40 человек который там один орет что-то другой не орет мы все это как-то быстро все это сделали я там ушел вперед настолько на целый год вот тут вот такое должен быть обучение все как бы представлял себе что какой-то какой-то типа санатория школа вот мы там учимся 5-6 уроков вот то спускаемся нижний этаж и там пошли гулять куда-то там кто кино смотрит телевизор там цветной стоял меня дома то его не было потом только появился там цветной телевизор в столовку сходить какие-то там может быть даже кто-то меня хотели в кружок пения за запереть вот так как я по музыке занимался я хорошо естественно ноты попадал ну я гремитов дома застала я как бы ушел оттуда помню мы там смотрели по телевизору так фантастический мир ну уже более-менее сознавали мы себе книжку какую-то читал ну палаты были там по пять по шесть человек да вот ну все принципе одного возраста там ну было прикольно мы еще играли там какой-то круг становились там с девками с парнями какая-то девка смотрю меня приметила и вот все это пользовался успехом надо было что-то выбирать или что-то вкидать мячик что-то я сейчас уже не помню туда на мне постоянно мне это дело как бы вот потом мне оттуда одна деваха там была спектр еврейка она потом даже письма мне писала фотографии присылала нормально бунта мне понравилось вот такой бы жизнью я бы и пожил не то что теперь нерский лагерь санатория мы куда-то ходили туда там все-таки много парков много где гулять можно нет такой обязаловки как пионерлагерь там народу миллион этих отрядов чтоб 10 наверное флаги какие-то надо постоянно поднимать утром одеваться на линейку идти на линейку на линии у нас чем-то было детей занять больше чем их полезным они занимать не могли ну был там какой-то кружок помню пионерлагеря моделировать как всегда он так функционировал абы-кабы не очень сильно хорошо ну вот школа так у меня и прошла когда было просто 10 класс этих техникум я сразу сказал конечно в школе не останусь ни при каком случае и принципе это было правильно мы с этим андрюхой с одного класса пошли индустриальный техникум эксплуатации автоматических устройств промышленности строительных материалов мне было пофиг строительных строительных такой технику надо было ездить и туда я уже ездил надо было дав на автобусе 5 остановок потом пересаживайся на другой автобус еще там 5 остановок ну так нормально час заниматься туда-сюда вот либо можно было на трамвае без остановок ехать на трава это вообще был трэш короче во первых медленно едет во вторых нем холодно до ужаса не отапливается же на улице я замечу мороз и когда ты сидишь в таком состоянии не двигаешься допустим ты приезжаешь уже разогнуться не можешь замерз как собака руки-ноги по отмерзли обычно ноги отмерзали надо было шевелить время пальцами иначе пальцы отморозишь на хрен вот этого борьба все время помню сидишь и пальцами работаешь 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 работать перчатках работаешь там работаешь а руки пальцы все замерзает и замерзает достает этот постоянно каждый замерзание пальцев нужно еще обратно было ехать то приезжаешь туда что-то там пожрать нечего было еще в этом техникуме потому же есть уже никакой столько времени жрать охота молодой еще холод собачий впечатление ужасного отходишь на полдня ну вот и вот какой там типа спорт после таких занятий это значит ты еле-еле в себя пришел для тебя истощения а тут как бы ну короче спортом я не занимал мы потом потом начать хочу вспомнил школе ты занимался баскетболом тоже так от случаях случаях что-то я так твердо не ходил по 22 года я ходил туда да вот мать меня сдала так как это более такой спорт более-менее тоже тени борьба не штанга не ничего ну там я бегать хоть начал все меня пытались конечно мне сердце слабое там еще что-то слабое но вот это техникум короче этом четыре года отучился и пошел в армию техникум чу как техникум предметы какие были электротехника гидравлика автоматизация все законы автоматики изучали логика там то есть электротехника ну то есть все какие области возможно то то мы изучили там же я изучал черчение очень сильно нужно было чертежах же разбираться чертить всем их мы прошли школьный курс математика химия физика и все это кстати классном таком формате в школе бы я конечно так не обучился ни физики не химии там же лаборатории хорошие и стенды есть и можно что-то показать ну и более мне казалось бы что серьезная всегда вместо мешает что-то там классе такие долбоебы они мешают обучению учителю мешают и отвлекают его на них отвлекается кричит на них не чтобы там что-то объяснять и это он все время пол полурока вот эта фигня занимать обучение же бесплатная и постоянно постоянно грубили ему чего там баловались подначивали или еще что-то делали короче мешали по полной программе хотя как же вроде как профессии должны были взрослые же люди серьезно к этому относиться нет это постоянно херня какая-то